ну как должен быть защищен человек который и как он должен назначаться который рассматривает все споры связанные с вынесением распоряжения главы республики Дагестан указа главы республики Дагестан парламента республики правительства МВД допустим как он должен выглядеть этот супер судеб я вам предлагаю чтобы вы поняли пойти в советский романс суд там сбоку такое место найти фамилию Шуаев для этого была Атим более-менее другу интересную фамилию Шуаев судья очень интересный вчера ему доказал, что адвокат это не Копыда это не Махачев да, да не, нет почему судья? да, Махачев и замечательный Галинин Турда почему Шуаев? а потому что внушение распределили обязанности походу судебный суду произойдутся все дела не упит и теперь он рассматривает все споры с главой республики погибнут теперь к нему будете ходить это вам не один один выносил по медикам такие решения а тут вот тут человек а вот вам роль конецованности и уже как бы заканчиваю отвечаю прямо на вопрос почему вот эти разные таблички вот эти мировой суд, прокуратура и конецовый суд я их почему показал, что изменение их баллов практически не влияет на положение субъекта он как был у Сембитера так и был но к сожалению вот в этом итогам по всей 25 показателям Дагестан оказался на последнем месте во БАЕ нет, во БАЕ он не на последнем он на предпредку среднем да, нет, на предпредку среднем да, а здесь на последнем 25 баллов и заканчивая свой разговор, ну как бы вот вперед я не считаю, что здесь должны быть депутаты в народном собрании ну для сведения, конечно, не прочитают или там члены правительства почему я попросил народных чиновников выгодить эту тему слову? потому что одно главное я считаю, что в первую очередь общественность и политические участники гражданские активисты они должны и мы должны понимать что на самом деле не все так устроено, как что мы не такие же субъекты, как все что на самом деле у нас самая худшая в СПУ в Российской Федерации система управления конституционная система по поводу доходов да, мы говорили, что кривляция давайте найдем кривляцию по доходам а как находить доходы, если в Чукотском автономном округе 50 тысяч на сегодня а денег у них больше, чем у нас Ямало-Днецкий край, где алмазы добывают Ханты-Мансийский округ, нефть, Тюмень, нефть Москва, 45 депутатов, у нас 90-12 миллионов населения придет миллиарды, там, миллионов миллиардов, 120 миллиардов, 160 миллиардов если не считается, и тому подобное как тут рассчитать, грубо говоря, ВНП, доход и подобное это вопрос к экономистам вот, как мы найдем эту корреляцию найдем ли мы вообще эту корреляцию я считаю, что надо потому что сразу понимаешь, что как минимум один главный вопрос, который ответственность из этого графика вытекает самая низкая защита от дурака в республике Венгриста у нас по идее, где мы можем сразу начать искать, это коррупционных делах но у нас там такая статистика у кого такая левая и тут, знаете, но если у вас очень низкий парламентский контроль, вспомните историю, как утверждались бюджеты на выделение по гарантиям там агрокомплекс там и там подобное вспомните про создавал этих министерств вы сразу поймите и поставьте вопрос даже при том, что у нас вот эти депутаты, которые сейчас есть вот представим себе, да я вам напоминаю историю сколько раз наши депутаты прокурору отказывали вот прокурору прокурору я буду на это сказать, они на прошлой сессии отказали два же два же только на одной сессии и один раз согласились что было с судью Дадаевой, кто напомнит, когда избирает это теща бывшего председателя правительства Минжидова которые просто депутаты стали сказали она хамка вот каким-то текстом наступал и говорил я предлагаю за нее не голосовать она вообще хамка что такое а куда она проходила мировой суд она должна была предназначена ее проводили по закону она имела право претендовать на это место только через год но благодаря он на самом деле очень талантливый юрист не знаю мы на этом остановимся все я нет потому что мы сейчас увлекаемся и переходим в группу детальных рассказов которые пришли с тобой подискутировать на этом я коротко напомню суть поправок и после этого мы приступим к обсуждению этого в общем поправки которые планируются обместе на 68-ю, 78-ю и 88-ю статью по институции то есть корректируют заполомучие народного собрания главы республики Дагестан и правительства согласно этим новым поправкам глава республики Дагестан теперь должен отчитываться перед народным собранием за деятельность правительства республики Дагестан а также по вопросам которые ставит народное собрание то есть это может быть не просто общего отчетки но и конкретно поставленные вопросы народным собраниям скажем там по какой-то программе либо какой-то статье расходования средств или же персонально потому что здесь эти поправки не конкретизируем какого рода вопроса могут поставить перед главой народное собрание ну и еще один важный момент это то что теперь территориальные органы федеральных органов власти тоже должны отчитываться перед народным собранием и в том числе по вопросам, которые ставит Народное собрание перед руководителем конкретного цитатаряного замена. Здесь одна поправка. Это норма. Они в этом виде списали другие конституции. Неважно. Не вдаваясь в то, что они не имеют права влазить в компетенцию федерального органа. Но я думаю, что один из лучших экспертов в этой области сейчас нам Духа Перевобасович не пропонирует по этому поводу. По поводу полномочия субъекта. И вообще, стоит ли нам увеличить вот это полномочие Народное собрание в этой конституции? Я думаю, это очень хорошо, что вы высказали. Теперь все-таки я говорю, да. Я думаю, что вы это делали не однократно. Но все-таки мы хотели для начала узнать мирным, если мы отменили, да. Насколько я поправку делала? Мы не понимаем, что если система на развитие наned эффекты, балансы, схема безопасности, системы для детей, которые представляют, что в Афистане теоретов на уровень верительности мы от старей, с парламентами, у кого-то они заинтересованы. Нам нужен гурацкий был. Продолжение следует... 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 Вот, вот, есть закон об общих принципов организации законодательной республики Российской Федерации, который он принят, смещение изменений в 2039 году, 29 марта. Вот здесь как оно. Вот, это полномочия законодательного органа. Заслушают ежегодные отчеты высшего должностного лица, субъекта Российской Федерации, а результаты деятельности еще исполнительного органа. 10-го года, я 10-го года об этом говорю. Это мы абсурдат можем понимать, это можно делать, можно не делать. А это федеральный закон. В общем, государственное устройство, это ведение общего совместного ведения. Вот в Конституции. Здесь рамочный закон принимает Российская Федерация. Вот это рамочный закон. На основе этого должен составить устав, то есть уставить Конституции. Я просто думал, что вы вопрос не задаете. Да, да, если в мое время задаете. Вы вопрос мне задаете или ему? Ну, я общий вопрос ставлю. Подожди, ему тоже это касается. Он говорит, не надо. Я не понимаю, что мы обсуждаем. Мы обязаны принести Соответственность Российской Федерации законодательное устройство. Обязаны. Проблема, которую он поднял, это правильно. Они дискутировали. Нужно это внесение изменений? Не нужно. Вот о этом я говорю. У нас многие политики в России. Когда законы не исполняются, пытаются создать новый закон. Пытаются. Вот пример у вас. Пример с твоей работой я готовил конкурс на телевизору. Мы шли по работе, да, детали всех автомобилей. Там вопрос стал гражданином пьяны и гражданин неправы. Вопрос не стоял, как его наказали, куда путь. И почему пьяны? Потому что все не правильно. Тут же депутаты выносили новый закон, потом же увеличить наказание по стрелке должности. Ну, когда закон не работает, но не хотят как-то доводиться. Да, в общем, они не хотят доработать. Работать, да? Сразу же можно сполняться, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет, или нет. А то, что он будет здесь, он не сработает, но вот если он будет запретить. Вот все уже переработает. Да, до сегодняшнего дня мы уже сказали, что суверенствует, чтобы он сказал, закон не работает, да? А этот новый закон пока них будут разбираться, не поддарит правительство. Пока не поддарит, это без наказания. а работают в поле экономики и общества вот если правильно говорить в 2010 году приняли обязанности в 2010 году внесли изменения обязательно а прокуратура даже если нет ответственности сколько депутаты отклонили и что за это было депутата вот когда нет политического механизма а политический правовой ваша точка зрения понятно то что пожалуйста вы представьтесь вас я представлю общественную обществе ответственность и высших и должностных лиц должна быть смотреть перед народом отчитываться перед нашими представителями в частности перед народным собранием за деятельность правительства которого кандидат предложил отчет признали работу правительства признали нет дальше технически даже не понравилось дальше никаких последствий этот отчет он это есть несколько и с и с и и и и и и и и и то политическая а в конституции нельзя я почему наставил идет технический дистанции не по правительству докладываю деятельность по программе безопасные не понравился Доклад, скажем, 30% или 40% депутатам не понравился. Доклад, они говорят, не принимаем на учет. Чисто технически на того высвечивается ответ, что как бы, да, меньше 100 против, да? Что дальше? Ничего он дано за... Ничего. Единственное, что в данном случае, на самом деле, с юридической точки зрения, это как бы ничего. Потому что, на самом деле, не делай. То есть, если депутат не явится с докладом, что ли? А вы, давайте, я вам первый руку, пожалуйста. По данному вопросу, чисто гипотически представим такую фантазию, что парламент не был сформирован в голову республики и команды, а был такой оппозиционный, да? То есть, если депутатам не понравится... Есть способность. Да, не понравится. Ну, проголосовали, как говорится, «таболу и красные». То есть, не является ли это таким поводом, чтобы импичмент, как говорится, недоверие... А он мудро, да, сомнолетно. Это очень... Если реально, правильно поставить, если там 30-40 процентов, в этом случае можно оговорить такое. Если одна треть против, то в этом случае ставится вопрос о доверии или правительству, или главе. Давайте дослушаем. В случае, наверное, такой вопрос ставит не совсем корректно, тем более, если там 30-40 процентов, потому что того же самого председателя правительства утверждало, кто то же самое народное собрание после его представил, получается, глава республики. Вы немножко по структуре, я, коллега, вас хочу поддержать, но по структуре немножко никто не может понять, какая в чем вся проблема. Вы видите, что идет не о том отчете. Это здесь наши депутаты, которые написали, что глава вносит только один отчет за правительство. А вот мой график показывает, что в тех регионах, которые тут есть, у них несколько отчетов. Например, если у нас председатель территориально, он Фомс, он отчитывается за отчет, то у других субъектов, председатель правительства, он же теперь губернатор. Он, хотя это человек, чем его команда. А таких отчетов мы начинаем считать, давайте посчитаем по закону. Бюджет отдельный отчет, социально-экономические программы есть отдельно, которые вносятся и отчитываются. Тоже по институциям прописано субъектом. Отчеты, как я, если ничего, я мало вне с какими, мы вышибители, по экологической ситуации отдельный отчет. А есть еще отчет, это очень интересно, в Конституции написано, в одном субъекте, что отчет еще отдельный губернатор должен отдавать, в обществе через исключение социально-массовой информации. А бюджет Фонсо утверждает у нас? Да. Неправда. Почему неправда? У нас нет. Давайте потом поспорим. Продолжите, пожалуйста. Да, или вот у вас, что, те же самые федеральные министерства, которые у нас осуществляют свою деятельность, они тоже должны у нас начисываться, заслушаться. Они либеральные, они нет. Они тоже должны у нас. Поправка, поправка, это, это знаете как, когда они списали эти поправки, обратите внимание на следующие вещи. Если вы зайдете на сайт народного собрания, вы найдете пояснительную записку к поправке об введении отчета за прокурором, а вот по вопросам отчетности пояснительной записки нет, они сами не знают, что они списали, с какого-то субъекта. А норма об ответственности федеральных органов в этом субъекте осталась с 90-х годов. Я прошу прощения, я предлагаю положение Макаловской истории. Это положение, это факт. На данный момент мы имеем на руках проект, правильно же? В этом проекте четко сказано, что территориальные органы тоже должны будут. Но это юридическая безграмотность, давайте оставим. Что поделать? Вы знаете то, что относятся? Я думаю, что у нас уже концептуальная вещь, а не юридическая. Если юридически пойти, то я предлагаю вам. Я говорю, что все-таки мы здесь как бы собрались и с разных, и каждый со своей точки зрения. Юристы с юридической точки зрения тоже со своей точки зрения. Поэтому все-таки вот эти территориальные органы, которые будут отчитываться, вот их отчет тоже признали, там, удовлетворительные органы, которые будут в дальнейшем. То есть они же осуществляют свою деятельность, как бы на нашей. У нас только один, извиняюсь, коллега. Вот просто один территориальный орган, федеральный, который отчитывается. Ну кто может назад? Я думаю, да. Правильно? Все, и то это в соответствии с федеральным законом о полиции. Все остальное никто не читается. Это юридическая глупость, надо сказать. Это юридическая глупость, поехать дальше. Ну, например, я отношу к общению. Давайте лучше сначала договорить, и дальше. В принципе, если по каким еще бюджетам, бюджет, понятно, стратегическое планирование, понятно, но надо читать, всегда там вопросы, и в принципе, поправка вопросов. А можно вопрос юридических планов? А у мне кажется, коллега, что на самом деле эти отчеты могут сыграть обратно, обратно, это плохую историю. Какой? Прочти, как выглядят наши депутаты, которые с производства сейчас, говорят, да, вот, что с милиционерического, вот, там, со странка, как производство денег, и так подобное. А значит, и им, беру правительство, бухнуло отчет, и они говорят, да, что там правят, можно иметь цифры, а точка, кто в цифры добавляет, да, цифры по 10. Да. А потом приходит прокурорская проверка, естественно, он намекает, вы знаете, вот, здесь его похищение, вот, столько миллиардов. Они говорят, вы знаете, ребята, вы или отмените закон об отчете постановления, которое принято коллективу, либо их всех посадите, а что вы меня слышали? Вот так же получается. То есть отчет фактически может быть, как легализация, легализации действий. Может быть, но это же так не удается. Ну, я просто вопрос. Я просто, что хотел вспомнить из территориальной власти, я просто нам сегодня обещал прийти в Петро, жалпы в Комитете, вот, в законодательстве, в конец Омбекарису. Там такое длинное название, поэтому, потому что, прощение, не точно стоит дальше название. И, в принципе, в телефонном разговоре он сказал о том, что, ну, в частности, это не поправка, что он хочет прийти, обсудить, но так как президент не может. И, в частности, по этим поправкам он сказал, что, ну, например, представители Роспотребнадзора, они должны работать на профилактику, и если бы, например, могли бы в ОМИ, грубо говоря, прогласить, и он будет знать, что он должен отчитываться перед Народным собранием на своей деятельности, то, как бы, в этом плане они бы работали более строго. То есть, мы понимаем, что есть одна точка зрения, что эти поправки внесены безграмотно, но, с другой стороны, в самом Народном собрании это рассматривается как недействительный институт, согласно которому они спокойно могут приглашать не только, скажем, руководителя НДД, то, что разрешено, в том числе и руководителя других территорий, просто смотреть на взор, в баланс, ну, я тоже подумал о ПСБ, потому что, как бы, следующий момент, который обозначил Декрет Раджабов, это то, что вопросы, связанные с безопасностью, связанные с нарушением прав человека, это вопрос, пока этот вопрос, я извиняюсь, я просто, да, общественная палата будет в городском собрании, и у нас, на сессиях в городском собрании постоянно приглашали руководителя в городской полиции, когда Иван тоже очикывался, начальник, точно назвал меня, и он очикывался постоянно в проделанной работе, и мы вызывали вопросы, то есть, если мы жители города, мы представители по городу, жители города, мы как-то должны иметь связь, какие-то свои идеи, а так, министр депутатов России его назначил, и он закон здесь есть некоторый момент, именно с МВД, потому что именно МВД, оно связано согласно закону отчитываться, потому что на уровне городского или районного собрания есть прописанная законная норма, что депутаты могут принять, могут местного ОВД, города, а то, что касается того места, то закон на самом деле не укажет. Да, Чуть-чуть ошибается, что там отчеты, говорят, заслушивали отчеты федеральных, потому что там, как написано, заслушивали информации, не отчеты. Я тоже, как вас хотел сказать. Информации, он был молодой. Да, информации федеральных судов, там нет отчетов. Это совсем другая. Да, они, тут, как поправка, заслушивали информацию о деятельности федеральных судов. Не отчеты, а информацию просто. Вот так эта информация распоряжается туда. Вот, то, что они примут отчеты, депутат, что они не будут отчитываться, они будут просто информацией выдавать и все. Правильно. И до свидания. Там поправка информации идет. Слушивали информацию, да, вы, кто им мешает? У вас и послания нет, тоже вообще. В принципе, послание можно назвать большой информацией, потому что, если только вы не разбираетесь в жанрах, то особой разницы не будет. Потому что, например, когда выступает глава или представитель проектов, то он называет цифры, связанные с ВРП, ВВП, а когда выступает руководитель права народа, он называет количество аттестованных, количество преступлений, и тогда. Нет, там разница в том, когда вы продолжаете отчет, то порядок становится, как вы задаете вопросы по этому учету. Когда послание, то по посланию вопросов не знают. Это просто позиция руководителя как-то стратегии развития там подруга. Вот не совсем понятную историю, мы об этом плохо знаем. Во всех республикатах практически написан субъект, это представляется программа социально-экономического развития региона. Вот тут Эдуард каждый год анализировал, вспомните, знаменитые вот этих 5, как их, 10 проектов приоритетных. 7. 7 проектов. было 10. Да, было 10. И вот, Абасович тоже говорил, слушайте, как вы можете институт экономики говорить, зачем их обсуждать, если есть отдельная принятая программа, за которую заплатили за разработку 5 миллионов, да, по-моему, сколько там, страшно сказано. Да, 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 нет, нет, стратегии, 20, стратегии, салон, вот это и есть, она принята была народным собранием, как положено, как закон, а она не исполнялась, а эти исполнялись, вот о чем идет речь, об других, и каждый год, каждый год по этой программе глава региона отчитывается, вот еще идет речь, вот в этих поправках нету такого слова, что, вот об этом-то идет речь, что, такого отчета нету, а имеем наш, очень дорогой нам за 5 лет тяжелый опыт общения с той командой, когда у нас всякие приоритетные проекты, для которых никто не отчитывался, нам как раз это хороший дорогой опыт, который мы можем сказать, уважаемые депутаты, а можно вернуться к формуле, что вы применяете, принимаете социально-экономическую программу развития региона, да защищаете ее перед депутатами, и каждый год отчитывается, вот это да, тогда мы же все обсуждаем, вот есть цифры, вот есть программа, и как мы ее исполняем, а не каждый год, каждый день, мы там меняем, мы их называем зелененькие цифры. Пожалуйста, ваша точка зрения, по землевую точку зрения, как много в нашей стране будет. Спасибо, Медведев. Медведев. Какие темы будут, если вы думаете? Нет, ну, насчет, наверное, не буду говорить, потому что насчет народного собрания, там депутаты, если бы они, помню, допустим, как Панфилова в феврале 2016 года называла их, что они выступила перед ними, и прямо им сказала, что они были выбраны таким и таким и таким путем, они, наверное, должны были сам распуститься, на самом деле, если так считать. А по поводу поправок, ну, поправка у меня, что они поправки, они представляют двумя проектами. Один на 97-ю статью. Про прорву. Да, один на 68-е, с 88-е, с 88-е. Я вот не понял, почему они вот проекты разными, двумя проектами в эти поправки идут. Нет, самый главный вопрос, наверное, другой. А почему мы об этих поправках, о том, что они разрабатываются, узнали только уже из сайта народного собрания, из заседаний, комитет по гороскопу. Если говорить, прямо мы узнали в принципе о том, что вовремя Расул Кадиев зашел на этот сайт и поднял клин. что тут? Там народом собрания. на самом деле они вывесили информацию о заседании комитета по законодательству. А в принципе должно быть так. Депутаты просят, умоляют, пожалуйста, человек, мы купим воду вам, пирожки. Вот можно у вас собереть население и скажем, что мы вот хотим вот это. Ваше мнение, вот юрист начинает говорить, а давайте вот так сделаем, а давайте так. Вот в принципе обычно так делается, а не только общественная дискуссия, которая обсуждает. А у нас начинается оттуда, а не, почему вы правильно получается, тайна, керейная. И тогда задается вопрос тот, который я вам по-своему люблю задавать. Когда это, чья конституция, ребята? Это ваша конституция или моя? Кто представляет? Кто инициативный этого? Вот депутат народного собрания, которые там подписались, не группа депутатов, по-моему. Ну, наши поправки, наверное, поправки на счет 97-я, на счет прокурора. Ну, они необходимы, но так как чтобы прокурор согласовался с главой, это все-таки когда с народным собранием, хотя бы с главой соглашать, это как-то лучше. Но считаю, что там вступление в силу этого закона должно быть не прямо с момента подписания, как они сейчас хотят представить, а со следующего, со зимонародного собрания, и со следующего года как-то, они будут как-то, как-то написаны с момента подписания она как-то вступает. Ну, можно как-то на следующий созыв народного собрания или так как-то, не сразу, чтобы получать, они себе присвоили права, их выбрали не на эти основания, они себе присвоили это как-то. Насчет других поправок, ну, меня интересовала поправка 88-я, кстати, 88-й, тут 55-1, они правительству передают почти все полномочия, полномочия по правам человека. Да, практически даже права. Статья 88-я, 7-1, почти все полномочия прокурора передают они правительству по надзору за этими самыми. это, получается, да, да, получается, получается, народное собрание передает правительству некоторую республику, там, полномочия по праву человека, зачем если правительство вот... Ну, более того, это даже министра культуры, если не ошибаюсь, да, минданцы даже какие-то полномочия у них и есть, но полномочия отдельно от правительства находится. Они сейчас, получается, этим законом хотят полномочия подчинить правительству. полномочия одно 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 дело в том, вы правы, но не совсем. Я вам просто попробуйте, посмотрите, это не какие-то параметологические, просто как раз дербание властей. Речь идет о том, что, напомните, группа полномочия по правительству каких вы полномочия вообще знаете по правительству ребенка, предпринимательству, бизнесу, да? А они кто? Они члены органов исполнения власти, на самом деле они не кондиционные должности, но получается, не имеют идея, вот он полностью поделился в защите прав ребенка, а нас только структурно подразделение органов в основном власти администрации входит. И поэтому, но вы не знаете самый главный вопрос. Вот мне почему-то вот тут не зашли. Не, не, не. Как раз таки здесь эксперты опыта, я думаю, что они больше. Почему глава должен начитываться за правительство? А почему глава не должен зачитаться за себя? Я почему вам говорил, что ребята не переписали с других регионов, но в каких тех регионах, где глава является председателем правительства? Нет ли здесь перехода, нет ли здесь перехода два пакета появится, то может быть мы иницируем скажем, ну давайте петхарский председателем 3-ю карту у вас вычисли. А то, что глава региона председатель правительства, а почему это все выглядит? Смотрите, почти многие руководители, которые назначили главу региона, они даже в середине регионы назначили себя правительством. Ну, кроме Красноярского проекта, посреди калининград, он председатель правительства, а к чему это приведет? А к тому, что вы смотрите, все правительство его, а когда губернатор себя назначит глава республики председателем правительства, ему это не запрещено. Не запрещено. Не запрещено. Почему федеральное руководство до сих пор мирится с тем, что ты не совмещает высшее должностное лицо с председателем правительства? Нет, это сразу дано. Вот и все. Получается так, ты сейчас предлагаешь политический механизм совмещения. Я кто руководитель еще и сводитель логов. Я конечно скажу, по теме таблицы, которые есть, вот смотри, вот видишь, двадцатки, вот эти двадцатки, это те регионы, где везде глава председателя правительства. Я все-таки у нас руководитель. Я почему не принимаю мер для того, чтобы сделать гонифицированную? Сейчас у вас свои руки и просто напомню, что есть, мы живем в федерации, есть сфера полномочия федерального, центр, есть сфера полномочия республики, есть совместная зона ведения. Согласно конституции, структуру и систему органов господинской власти определяет республика. Поэтому то, что у нас есть отдельные головы, у нас даже госсекретарь, есть еще четвертая запасная госсекретарь. Да, и поэтому согласно церемонии есть отраслание занимать должность известными этими шагами. И поэтому мы как бы можно долго объяснить, но в данный момент получается мы пришли к двум версиям. Первая версия это оптимизация, согласно которой возможно в ближайшее время Владимир Васильевич сам станет глава республики РД террористической церкви и вторая политологическая, согласно которой этими самыми поправками народное собрание усиливается для того, чтобы защищать интересы элиты от грубо говоря инородного тела, которое торгалось сюда, какого числа четвертого или пятого да? А что это беспокоит? День независимости по-другому День независимости независимости да. По поводу состава антикоррупционной комиссии компрометов не вашего дизайнца 50 в год не обязан поседать не обязан все, спасибо А теперь то, что касается прокуратуры то здесь просто небольшая предыстория прежде чем мы перейдем на эту сторону просто я хочу сказать, что в июле этого года была сессия народного собрания на которой депутаты рассматривали закон о порядке согласования назначения должен проходить в республике Дагестан то есть этот закон он определял как депутаты должны согласовывать кандидатуру прокуратуры в Дагестан и тогда уже предполагалось что глава и народное собрание будут согласовывать эту кандидатуру на своих уровнях но дело в том что этот закон если посмотреть этот законопроект он был составом безбожно грубо то есть там не было даже упоминания что это глава республики Дагестан народный просто глава должен согласовывать к народным собраниям в общем было видно что это черняковская не наша а черновая такая вот запись и этот закон он прошел законопроект он прошел стадию президиума он прошел комитет соответствующий прошел президиум зашел в повестку дня народного собрания но депутаты его отложили я вам процитирую тогда мы писали об этом что фикрет Раджанов кстати он же был инициатором этого законопроекта что удивительно он предложил он заявил что данный законопроект не актуален так как для его принятия сначала нужно внести поправку в конституцию республики Дагестан то есть те кто знают секрет Раджабова они знают какой-то в юридическом плане щепетильный человек и вносить закон который он своими руками который он своими же руками должен вытащить из этого Багестана он бы никогда не стал то есть мы видим здесь что идет определенное вокруг должности политическая игра и мы к этому пришли только сегодня то есть в июле в июне месяце в июне месяце этот закон был не актуален но сейчас этот закон внезапно оказался актуален до той степени что решили внести быстренько в оправку в конституции республики Дагестан и уже на все части возможно будет принято для справки для справки почему вообще почему мы анализируем эту конституцию я еще раз не знаю согласаться на коллеге нет но конституции 94 года республики Дагестана основная и 2003 года это все таки конституции были направлены на распределение власти между Дагестанским и ЛИП по национальному ходу там была такая вот очень интересная специфика и даже наличность вот по несподозрению что должен свой секретарь был придуман к определенному человеку экибаку да сейчас лечит о том что если мы изменяем дагестанскую систему управления то нам надо ставить вопрос об изменить систему управления не по личности а под определенные цели и задачи под определенные экономические интересы и в этом смысле я кстати не согласен что в парламенте не должен быть представителей бизнеса это нормально но вот история с прокурором она очень интересна начался закон внесения когда когда пошел разговор что вот прокурор снимает есть проверка опять по сути когда говорят что снимает а кто в республиканской народном собрании сидит на должности постоянного депутата сын прокурора который работал в советской прокуратуре по сняли а потом он перешел в транспортную прокуратуру мы наблюдали замечательную картину заседание антитеррористической комиссии где сидит папа прокурор сын прокурор заместитель по транспорту по транспорту по транспорту замечательно а когда вы посмотрите еще одну палату вот вот получается что сын и кого не россия российского уровня по-другому что да вот тот который речь не идет об идеале о том что все демократии речь идет более-менее справедливость в условиях внутри кланов внутриелитной борьбы и когда у вас уровень системы внутрилитной борьбы загашен на уровне конституционных правил но невозможно без партий вот это забегает вперед самый сложный это муниципальный уровень который я не решился анализировать его проанализировали ребята из Москвы другая тема на самом деле почему так получилось что после решения конституционного суда Российской Федерации о том что кроме столиц регионов глав районов и крупных городов все остальные могут выбирать систему выбора главы и системы почему не изменили многие регионы многие села системы почему они не перешли на главу по прямому выбору почему они не отказались от партийной системы зачем вселению баз Дербенского района партийная система это набор депутатов для чего более другие я знаю моменты где села 50 или 100 дворов там выбирает никакие партии нет а конкурсная комиссия что такое конкурсная комиссия ну это мы прекрасно знаем что такое конкурсная комиссия право муниципалитета надо устанавливать а проблема в Кибиру чисто политическая а почему муниципалитеты не устанавливают вот он уставы не меняет и а вот я и вот здесь вопрос стоит о том как законодательные власти участвуют в процессе разделения там власти Мухтар Макомедович поднял вопрос а кто у нас власть то есть а депутаты кто да понимаете какая вещь а вот Райкин Алеконевич правильно сказал ну заслушали отчет и что кто там сказал что наш парламент можно привести педмина и педмина то есть вот ставят вопрос ну отчет хорошо он отчитался но это представляет может быть интерес для всей несидящей остальные все равно в том числе наверное депутаты послушали запустили пошли дальше вот Рамазан Бежимурадович считает это великий специалист по тестированию вот этих наших органов власти исполнительной власти законодательной власти он действительно делал что хотел он показал что в Дагестане на самом деле не работает ну ни правоохранительная система ни законодательная система ничего не работает кроме абсолютно и а вот это второй вопрос как он работает конечно если бы он работал бы на население на развитие экономики на то чтобы выросли доходы я думаю он бы вызвал бы только восток использование авторитарной власти интерес к нам он конечно вопрос мы не будем залазить сферу на себя работал это разговаривает вот поэтому с этой точки зрения ну от того что вот сейчас вносятся изменения вполне объективно по правке вносим это результаты деятельности правительства глава отчитывается разумно а что это меняет второе мы говорим о том что будем заслуживать информацию в деятельности федеральных органов федеральных органов исполнительной власти тоже интересно послушаем ну и что это как я вспоминаю Лужкова когда он выступал на госдубе и депутаты были недовольны а он стоит и не смеется с меня были москвичи и фильмы не снились и что он с ним делать вот недовольны были ну и бог с вами но сняли ну сняли по другой причине и снимал Дмитрий Анатольевич и там больше похожей был личностный аспект а не то что недовольны там были москвичи вот вот эти вопросы связанные с прокурором мне не совсем понятно это не является вообще в принципе нарушением медики полнолучия это юрист нет нет это конституционные правила но опять таки а для чего это нужно я не понимаю вот тут дан федеральная фигура и вот посмотрите приводится пример прокуратура выносит разные постановления в адрес депутатов что делают депутаты ответ правильный они спокойно посылают на весь алкоголь нашего прокурора и прокуратуру и все их постановления и спокойно сидят дальше что что поэтому вот эти поправки с одной стороны если теоретической точки зрения все могут быть абсолютно правильно интересно идет то что рассказывает о том как министр согласовывает что с теоретической зрения все великолепно подчеркиваю представьте себе на уровне регистрации в тот момент начинают думать о другом что хорошо что у нас молчаливые депутаты слов с навесами бросают они начали а спойте 90-е годы когда по сути дела шел топ вот эти депутаты группы они торговались позолотите ручку но этот закон поддерживает или этого человека или этого структура не позолотите мы будем роги и по сути государственный дух тогда превратился обычную товарно-сырьевую биржу не товарным фондом как угодно говорят их в одним искушении вот сейчас когда мы начинаем что будить наше народное собрание а учитывая характер содержания и качество наших так называемых народных депутатов не приведете к тому что вот вы будете для нас что-то делать если знаете что вы 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 Я вам рассказывал это смешное случение с древнего Запада, когда в Чикаго был на Нурах, и там избирался у них, даже это не министр финансов, потому что министр финансов расписывает баланс, а человек, специальная должность, типа казачей, подписывает чеки. Эту должность умер человек на посту, они назначили женщину, и против нее была избирательная компания, оппозиция выдвигала каждый день, мы утром просыпались в интернете ролики, что эта женщина считать умеет, ее поймали где-то оказались, спросили, сколько? 2 третих плюс 5, 6-й было. А, не знаю. Не знаю. Вот у меня вопрос. Вот один раз был случай, когда в проект не утвердили, а в том деле, или отчет не утвердили, народное собрание. А что вы говорили? От того, что министр вы там утверждали, что... Вы немножко подходите, знаете, с какой стороны? Когда мы... Я слышал, ни разу такого случая не было. Но ни разу не было случая, чтобы ученик, пройдясь в школу, на которую не получил оценку. Но какую оценку? Разная оценка. Но если его вообще не оценивать, вот просто отменить все оценки, когда система, когда его вообще без отчетки, когда мы говорим из худшего зла, выбираем, какое самое худшее. Нет, вы просто не знаете механизм внутри, что творится. Нет, вопрос, знаете, почему этот механизм творится? Это вопрос решается у кого-то. Я вам расскажу из-за чего. Когда вы говорите 70-80 процентов экономики в тени, вот она легальная экономика 20 процентов. Потому что вот она из-за чего и в тени все остальное 80, потому что не надо вылазивать и легализовать, потому что вам не дают управлять этой легальной экономикой за счет. На мой взгляд, на такие поступки, Мария, вы тоже здесь 100 процентов, по-моему, людей на святую, что мы говорим. Вот аргумент, что не надо подавать все правительство в отставку, чтобы снять одного министра. Сейчас у нас практика есть, когда на 5-е глава министра снимает. Снимаем. Да, разрешается. То есть правильно. Вот министра с поделом имущественного отношения. Нет, нет, кто снимает? 6 раз. Нет, нет. Самый ход отставок. Подождите, вопрос другой стоит. Нет. Когда депутаты говорят, послушайте, зачем мы сняли этого министра? Он нам нравится. Он нормальный человек. А этот министр, допустим, главе говорит, вот как Артур Хавир Абасович появится министр, говорит, как говорит, пошел ты знаешь куда, так нельзя менять бюджет. Вот так надо, вот так. Даже они, если доверие, выражаете доверие представителей правительства, окончательную точку ставят, глава из луги. Он принимает решение. А если парламент, а если парламент, а если парламент, а если парламент, парламент, и что? Можно генерирует. Потом, в двумя секретами, а потом они должны голосовать. Я прошу решения, пожалуйста, ваш вопрос. Здесь был адат, а я хотел бы сказать, какие адаты соблюдают наши братцы 90-х, кто-то в России? Свои. Давайте не путать адаты. Понятия не соблюдают. Все-таки адаты, я полностью согласен. Что вопрос снимается, если так вопрос стоит, у нас никто адаты не один не соблюдает. Воровские парламент. Воровские парламент. Да нет, понятия не соблюдают. Воровские парламент. Они крышевать, но мы крышевать, но мы все, мы равны 80%. Черное телевое экономик, это крышевать. Если крышуется, экономика всегда будет темной. Если не крышуется, она не будет. Чтобы мне сегодня не платить налоги, я буду под кого-то пойти, просить. Мне крышалитель, я вам крышу, а одну систему крышевую набору. А то ты без наших националей. Отдаты, понятия, законы и так далее. Я лишь привожу на то, что у нас не чисто меньшее, а смесь. У нас когда хотят, как они. Да, винигрет. Вот и винигрет. Поэтому у нас и проблемы. Даже по понятиям не живут. Мне живут правильно. Тут вечер, у нас понятия, завтра есть ракурмемы. Какой хороший залоголок. Какой хороший залоголок. Какой хороший залоголок. Я в встрече за запалом. У нас появился вопрос, связанный с правительством и Госдумой. Правительство и Народное собрание. Вот как вы думаете? Вот Народное собрание говорит. Министр финансов хорош. Пойдете ли наше Народное собрание на конфликт с Народной республикой, защищая от демознятого общества? Я вот хочу сказать какую странную вещь, послушайте. Вот хочу сказать какую странную вещь, что вы ошибаетесь. Я вам предлагаю, что они не следят. Что вы называете конфликтом? Конфликт бывает такой. Вот молодой человек, допустим, пошел, наверное, не может. Это не конфликт. Просто мы послушали и заехали в его башню. Бывает конфликт такой, что в законах о них никто не видит ничего, а на самом деле наверху, вот представец президента, начальник Евгеньевича, я хотел, говорит, что я не хочу понимать законопроекта. Почему я должен учитываться? Это конфликт. Конфликт, который он не видит. Закрытый, открытый перелом. Я извиняюсь. Вот в данном условии, вот сейчас, чтобы вы поняли, почему мы обсуждаем. Они там наверху начинают делить пирог, это называется Дагестанская власть. Дагестанская власть. Мы говорим, вот мое мнение какое, что общественно, через СМИ, должны сказать, ребята, конституция это формальный закон, потому что надо правила игры. В этих правилах это правило, когда заключают их и мы живем. Будьте любезны, с нами согласуйте ваши разборки. А у них начались разборки какие? Очень открытым текстом сказать. Значит так, все там исполняющие обязанности, кроме одного человека, кто депутат их изрильщиксаедов, и дружки изрильщиксаедов поняла, что он действительно, он тоже знает лучше меня. Это я график для вас делал. У них все юристы это все прекрасно знают лучше вас. Просто у нас в обществе не бывает такой уровень экспертов за расплату. Кто это? Они все прекрасно знают, что у них субъекта. Парламент 100% больше правил. Ихизри только оказывается, Хизри Саевич, а с огромным паномочем. Мне это не нравится. Из-за чего? Из-за Хизри Саевича. Но тут одна игра, как шашка. Если одну ты шашку отдал, ты можешь играть пять. Мы можем сказать, да не надо, не нужно, чтобы они помпят, Хизри Саевича отчитывался и перед депутатами. Кто они такие депутаты? Но вдруг мы когда ставим эту систему управления, еще и здесь, что-то пропустит народный заправиль. Их что будет? Мы говорим о системе, понимаете? И мы говорим о том, что давайте тогда вмешаемся в эту игру и говорить, если мы такой отчет ставили, давайте дополнительный отчет. Вот как в других субъектах глава региона отчитывается еще при населении, через размещение там чиновники, СМИ и там подобное. Когда мы говорим, хотите отчет, тогда отчитывайтесь, давайте обсуждать отдельно дорожный фонд. А как вы назначаете главу дорожного фонда? Мы хотим знать, потому что дорога для нас важна. Как главу образования? Если мы будем говорить, как вы говорите, этих субъектов посадить, это вообще вот это такие, они такие языки, у нас скажут, ребята, мы не в игре. Я, 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 может, переживаю, что мы сделаем это тоже. Что мы хотим сделать, что мы хотим сделать? Что мы хотим сделать? Что мы хотим сделать, что мы хотим сделать? Не правило, он, собственно, заботчик вот этой темы. Я хочу сказать, почему я поддерживаю Руслан Геевич? По одной простой причине. Он говорит о том, как должно быть. Если мы будем сейчас подстраиваться под обстоятельства, то как мы делаем, конституцию под Ельцин. Делаем с чего? Делаем с чего? Сделаем под человека. И под систему, которую мы будем управлять. Другие разы. Вот сегодня то, что он говорит, вот эти вещи надо привести в порядок, но и на другом, что сегодня они сходно не заработают. Но если мы это не сделаем, то они вообще никогда не заработают. Понимаете? Поэтому я не поддерживаю мнение Расула, что... Ну, надо это уже говорить. Но я почему говорю? Вот не знаю. Поэтому будем после этого... Я говорю, он тоже выступает. Вы его поддерживаете, и другой говорит. Вы выбирайте. Либо кто-то говорят, а кто-то. Я больше поддерживаю. Вы как-то нам. Но, понимаете, надо и друг-то говорить, а говорить б. То есть, когда мы говорим о определенных условиях, специально, с функциональной экономикой, мы там шутили, что именно в этой области больше всего, как раз экономисты получают, ну, на скипре, 40 метров еще можно, когда идем в форме, вот, получим. А вопрос такой, что мы должны добиваться, вот, правильно говорят, должен соблюдаться закон. Можно сколько угодно же устачать законы, если они не работают, это бесплатно. Вот мы должны добиваться того, чтобы те же народные собрания были работающим. Вот говорят о представительстве правилы. 45 человек, и у нас миллионная масса. И, сколько там, 90 на, даже трех идет, ну, смотри, так, открываю глаза, говорите, два с половиной, ну, ближе к этому. И, а зачем? Вот, если убрать лишнее, ну, грубо говоря, 20 человек, это будет так, все. А вообще, сегодня начало все, они... 32. А, 32. Я говорю, ну, даже 32, потому что, если сходить с этой пропорции, там и 5 человек хватит. У нас, в смысле, это самое, крышевание. Вот где-то есть элемент банков, где-то есть элемент крышевания, где-то... Но, ведь законодательные органы не исключают. А у нас сегодня вся система, даже партийная система, смешанная система. Я считаю, что должна быть смешанная все-таки система, но это мое частое, поскольку... А как мы будем формировать, если вы в партийный список минимум одних уйдет, а в парламенте другие? Ну, у нас абсолютно не соответствует. Учитывая, что у нас нет три партийной конкуренции, говорим, именно выбора, то, получается, мы приходим к тому же застой, который был и в ней коммунистической партии Советского Союза. При всем многообразии побеждает одна банка. Она превалирует, она давит, она буквально давит возможность кому-то что-то сделать. А мы знаем, опять возвращаясь к экономике, что там, где появляется монополия, там пропадает разница. Там идет загнивание, там идет разбавь, и это ведет в тупик. Вот здесь монополия власти как раз отражена. Да, согласен. Поэтому, когда мы соберем себя, если те, что сейчас посол раскопал вот эти вещи, и экономика, она понимает, у нас нет условий для формирования эффективной экономики. Тем более, у нас созданы все условия для того, чтобы развивалась теневая экономика. Она развивается, поддерживается и усиливается. Поэтому, если не будем решать вот эти вопросы, дальше экономистическим родителям заговорим не смысл. Вот, пожалуйста. Понял. Пожалуйста, Ваша точка зрения. Работатор Роман Анатолий Бекович. Я в разных постасях говорю. Иногда где экономист, иногда где долгий. Несколько экономистов говорит. Очень хорошо, что... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова